что ж по вашим просьбам географт и макс 7000 графтов так много названий за последний год у меня эти ребята всегда были помечены просто как 7000 графтов именно то в общем-то как ребята зашли не могу сказать что на рынок но назовем это рынок и чем они покупали наших ребят обещая сходу невозможно агрессивные ничем не оправданные и не подкрепленные что называется маркетинг тоже давайте разберем итак что известно о семи тысячах графтов начнем тогда smart часть для начала возможно ли пересадить вообще 7000 графтов очень в редком случае почти уже год я изучаю множество пересадок клиник докторов и различные случаи лапеции и трансплантации волос так вот за весь год два случая успешных настоящих докторских пересадок 7000 графтов я знаю лично это очень могу сказать что рисковая авантюра и объясню почему первое для того чтобы безопасно и без последствий пересадить 7000 графтов нужно просто выдающийся донор к второе желательно это должен быть все еще на своем растущий организм до 27 до 28 лет которые может хотя бы частично восстановить назову ее рецепиальную зону донорскую зону и справиться с переживаемостью пересаженных волос хотя бы на 90 процентов потому что 7000 графтов это огромное количество третье это должен быть точно доктор причем опытные которые не по желанию клиенты пересадить такое количество графтов да потому что реально будет такая возможность 4 пересадка точно должна быть методикой эфи и только дичай сто процентов отпадает я отдельно сделаю видео и объясню позже почему 5 такую операцию может выполнять только слаженная профессиональная команда под управлением отличного project project менеджера назовем его тогда которым будет выступать настоящий опытный врач последние месяцы я достаточно общаюсь с теми кто планировал или сделал операцию в том числе географте знаете что очень интересно ребята говорят что они даже не говорят географте какое количество графтов будет пересажена или уже пересажено вот это просто нонсенс заманивает на 7000 графтов клиентам говорит что считают графты клиники только в рекламных целях и это невозможно сделать сколько там вообще меня не волнует я не собираюсь их считать и не собираюсь говорить что там ровно вот столько потому что это вранье я же не не считал их ну постараюсь вам объяснить количество графтов первое необходимо подсчитывать как минимум для того чтобы а планировать зоны пересадки б рассчитывать плотной засадки c составлять план на дальнейшей трансплантации для уплотнения волос и смежных областей для этого обязательно должен быть произведен подсчет графтов то есть нужны цифры я же не считал их второе я не буду вас учить как их считать но в этом на самом деле нет ничего сложного я сам лично считаю графты при сопровождении ребят в клиниках это позволяет мне понять какую область можно покрыть с какой плотностью и быть уверенным в том что графты моих ребят не сольют в унитаз поэтому подсчет графтов это нужная задача которая должна быть обязательно решена а не то что вы говорите там ребята мол это неважно когда вы увиливаете от ответа говоря что в этом нет необходимости это все рекламные трюки клиник и вообще если вы будете считать на это уйдет весь день это все ложь вы это сами знаете или просто настолько некомпетентны что предлагаете такие эстетические услуги сами в них собственно не разбираюсь что ждали результаты начну пожалуй с того что об этой компании я узнал наверное впервые когда мне начали сами ребята писать я как минимум знаю два названия то есть сейчас географт до этого и макс хэр и может быть быть были еще какие-то названия вот собственно текст общался с парнем который сделал пересадку волос я покажу чуть чуть позже этого парня какая его пересадка клиника и макс хэр максимум графтов за смешные деньги ну может быть это были когда-то смешные деньги сейчас это стоит совсем не смешные деньги потому что 1800 евро это прям стоимость хорошего доктора в турции результат тоже может быть смешным жалко этого парня видел фото одного парня с хорошим результатом связался с ним он он сказал что дело в другом месте давайте смотреть результаты которые я нашел да на просторах интернета ну вот один из первых результатов я не буду показывать что называется лицо этого парня он делится своими результатами в ютубе и вот можете оценить вообще что здесь у него на голове то есть я даже не знаю что у него засажено может быть он конечно было все намного хуже но обратите внимание на фирменный стайл лак пересадки то есть видим вот этот чубчик если до этого у него была натуральная лысина которая в общем то была характерна как обычная аллопеция и выглядела возможно натурально все сейчас это выглядит вот так то есть как будто бы человек болен обратите внимание на вот этот чубчик я вам потом позже я надеюсь вы поймете о чем речь почему я акцентирую на этом чубчике и волосы которые собственно дальше идут по всей площади очень редкие волосы реально такое ощущение складывается как будто человек просто чем-то болен то есть здесь волосы есть здесь они редкие здесь они погуще здесь вообще с потами да то есть что-то как будто человек не так вот ну идем непосредственно к результатам которые после операции которые можно найти на просторах интернета и первая фотография обратите внимание на плотность плотность здесь пересадка выполнена по всей голове то есть не аспута в это есть не зонами зональные да вот сразу по всей голове и посмотрите обратите внимание на плотность да какая плотность с левой стороны где собственно свои волосы видите вот маленькие точечки ну конечно пересадка не может вам дать при больших степенях халапец и такую же плотность как у вас была природой дана но нужно хотя бы делать стыки плюс-минус похожие да чтобы были плавненькие переходики если здесь например 50 квадрат 50 графтов на квадратный сантиметр то если рядышком находится 5 или 8 то это будет конечно очень сильно заметно вот ну идем дальше вот одна из голов которую можно проанализировать это фотография до видно что человека шестая степень а лапеции то здесь есть свои волосы вот этого часть возможно волосы природные которые еще способны и жить не сопротивляться что называется смерти до которые еще могут расти вот эта зона скорее всего это уже мертвые волосы соответственно сюда нужно все вот это пересаживать здесь же очерчена только половина то есть вот таким чубчиком и вот какие то не знаю не знаю как окружности почему они здесь сложно понять почему-то именно сюда решили засадить вот уже фотография после пересадки волос и вот видите в этих окружностях почему-то там по 5 волос натыкано в общем очень глупая пересадка непонятная и обратите внимание на плотность на плотность вот этой вот засадки волос вот можете написать в комментариях да и как вы считаете какая здесь плотность и какое количество пересажено еще раз повторюсь в том что большое значение нужно обязательно читать свои графты как минимум знать сколько у вас извлечено из донорки какой у вас потенциал остался чтобы тоже можно было прикинуть на основании предыдущих пересадок дальше вот эта же голова которая уже подсохла здесь видимость лучше и давайте я прокомментирую что здесь не так ну во-первых само собой вот этот огромная зона которая могла бы быть покрыта она не покрыта и оставлено конечно на вторую пересадку что вы обязательно приехали на эту вторую пересадку второй момент плотность плотность ну я оставлю это для вас напишите в комментарии как вы считаете какая здесь плотность и сколько графтов здесь пересажено третий момент вот обратите внимание стыки с волосами живыми волосами видите здесь оставлены лунки дорожки которые будут видны после того как волосы вырастут вот это вот реально будет очень сильно заметно я это знаю потому что у меня такая же ситуация это реально заметно это нужно будет потом досаживать то есть в любом случае вам приезжать нужно будет еще второй раз ну здесь понятно что вот это вот если оставить вот эту вертолетную площадку это будет просто жуткое уродство вот поэтому он здесь сто процентов вас ждут в гости второй насти пересадки потому что еще раз повторяю вот это вот передняя линия она должна быть самая плотная и плотность должна постепенно уменьшаться ты знаете и до идти как фейк и если ты не специалисты и может не поймешь поэтому я себя хорошую песок видно сразу плотность она сразу очевидна либо есть либо юниту и смотрим дальше вот это вот помните засвет не показывал сказал что сейчас еще раз верну то есть вот эти участки они голые и до спереди когда будет результаты и показать вам как все хорошо но у человека будет реально проблема с вот тем что идет после вот это будет просто белое белое пятно здесь будет волосы редкие здесь свои волосы а вот здесь вот будет полупросто вертолетная площадка потому что от чем спекулируют турки они пересаживают переднюю линию несколько сантиметров плотно а потом как попало почему потому что ты подходишь в зеркало и ты видишь переднюю линию что там выше ты не видишь и если ты не специалист и может и не поймешь поэтому я тебе хорошую песок видно сразу плотность она сразу очевидна либо она есть либо юниту поэтому конечно зависит от вас если вас это устраивает что же идем дальше следующая фотография и все тоже самое да то есть вот человека ситуация залысина идет вот досюда очерченного досюда и сделано во-первых спущена линия роста волос что я всегда не рекомендую дело да потому что особенно ну во-первых здесь двояко то есть две стороны почему нельзя было пускать во-вторых лучше бы эти волосы отсюда пошли вот сюда да и человеку все равно нужно ехать на вторую пересадку сделать досюда вот где естественные свои волосы вот досюда потом если человеку не не понравится потому что игорь еще раз на все в любом случае в его случае точнее ему нужно будет ехать на вторую пересадку потом можно будет приспустить или исправить линию роста волос в результате что получили по факту чубчик который даже не дошел вот до вот этой зоны как здесь очерчено вот просто сделан чубчик чубчик вот видите и вот здесь тоже все то же самое здесь вот колья осталось которая не примыкает собственно волосам это будет очень сильно заметно и здесь огромная зона которая в общем-то лысая то есть если вот здесь вот еще есть какие-то волосы видно да то вот эта зона огромная зона будет просто выделяться вместе с вот этими в общем вот такой результат идем дальше вот результат один из результатов которые уже ну это не результат это конечно промежуточный когда волосы скорее всего только выпали и что я хочу здесь показать даже не столько плотность сколько сколько саму линию роста волос во первых ну видно что она кривая то здесь она идет ниже здесь она идет выше ну ладно некоторые из вас скажут что до голова асимметрично и в принципе вот эта кривизна она может быть но не такая кривизна то есть здесь должна была хотя бы вот так вот эти обратите внимание на вот эти вот в общем-то засечки которые делают у ролевой засечки обычно они присущи реально к очень дешевым клиникам которые ну тут понятно тут работают ассистенты которые видели только как работает доктора я не знаю в каких клиниках они работали фастфуд конвейер или еще где-то и вот вот эти вот засечки как они уже выглядят то есть ведь неестественно потому что не на одинаковом расстоянии находится и от основной линии и между собой и конечно по прошествии времени тоже может выглядеть очень очень нелепо здесь обратите внимание это тот же парень котором было пересажено сейчас я найду то есть вот это вот количество волос видите здесь очень большая пространство осталось и вот это донорка этого парня то есть взята заметно что очень много волос вот прям очень много волос и вот вопрос к вам как вы считаете будет ли у него еще на вторую пересадку волосы да и посмотрите еще раз то что ему сделали да то есть вот этот же парень вот из этих волос у меня возникает вопрос где те все графты которые извлечены потому что здесь выглядит как будто бы очень много графтов извлечено то есть видите и по бокам и сзади и вот то что он имеет после пересадки и возникает вопрос хватит ли у него графтов чтобы решить теперь проблему вот эту сколько там вообще меня не волнует я не собираюсь их считать и не собираюсь говорить что там ровно вот столько потому что это вранье я же не считал их идем дальше а вот этот же парень как вы видите все то же самое в том же стиле сделан чубчик а я решил показать да вот некоторые спрашивают ну а как же чем что здесь плохо какое количество графтов и еще раз вот вернусь к вот это его донорки то есть вот здесь взятая судя по всему очень большое количество графтов то есть как будто бы здесь чуть ли не пятак да не чуть ли не 5000 графтов если посмотреть сюда если посмотреть соответственно вот если посмотреть соответственно вот сюда малая часть только засеяно да вот это вот все пусто и если ты не специалисты и можно не поймешь поэтому я тебя хорошую песок видно сразу плотность она сразу очевидно ибо на действие вот я вам решил показать как выглядит пять с половиной тысяч графтов или тут даже ближе к 6 видите да огромная зона все засеяно вот здесь вот не нужно волноваться тут засечек нет потому что отвечите черное это выбритая просто здесь свои волосы то есть вот как должно выглядеть 5000 графтов и я вам покажу человек как выглядит сейчас да по прошествии шести месяцев да то есть вот когда говорят что мы там можем взять максимальное количество графтов правильно распределить я вам сейчас покажу что такое правильно распределить и докторская работа этой операции присутствовал я лично поэтому я сам контролировал от и до еще раз посмотрите это вот как должны выглядеть 6000 графтов это то как выглядит уже попрос шести шести месяцев волосы да не достаточно редки но посмотрите во первых линию которую я делал лично да как все естественно выглядит по поводу плотности и равномерность то есть волосы здесь здесь и здесь и здесь и здесь да и и теперь я вам покажу как это выглядело изначально то есть даже человек у человека куда большая проблема да чем у того парня то есть здесь огромная зона лапеции 7 степень и это 7 степень равномерно полностью решена то есть и здесь есть волосы и посередине и сзади они есть везде да не будут редковаты но они есть но в то же время я думаю что они будут не реже чем у этого парня здесь и вопрос что дальше этот парень планирует делать с вот этой его частью до которая не покрыта и учитывая вот эту фотографию где здесь взято огромное количество графтов вопрос где граф ты и откуда брать для следующей операции потому что еще раз повторяю хорошую пересадку от плохой пересадки можно отличить сразу после и вот еще раз посмотрите кто как должно выглядеть 6000 графтов как они распределены какая их плотность то какой результат уже через шесть месяцев и то что было изначально надеюсь понятно да что я имею ввиду под хорошей и плохой пересадкой когда делает доктор когда все делает и планирует доктор или делает фиг знает кто какие-то ассистенты непонятных клиник я всегда шучу над этим что это вип пересадка с тобой работают три специалиста плюс я и георгий это все способности да вот у меня один знакомый тоже ученые у него три класса образования а он десятку за полчаса так нарисует не отличишь от настоящие дальше вот тоже один из вариантов которые нашел все то же самое то есть вот зона которую можно легко за один раз пересадить очерчивается промежуток чтобы хоть чуть-чуть оставить чтобы вы обязательно пришли еще на второй раз и обратите внимание то есть это подозревают одна и та же голова потому что фотографии шли одна за другой какая хорошая отличная донорка была у этого парня то есть у этого парня чтобы вы понимали намного лучше донорка чем вот отсюда да и вот с такой отличной доноркой что в результате парню сделали то есть вот только часть только чубчик опять тот же только чубчик то есть это же это просто немыслимо насколько такую хорошую донорку можно потратить вот просто на вот такие чубчики вы ложитесь под нож и на вас делают же опыт и да и вот теперь опять посмотрите на варианты которые делает географ ничего мне напоминает первый вариант второй вариант в общем если вы откроете работы вы поймете что все работы и вот они все как один вот именно такими чубчиками да вы не заботитесь о том что вы думаете что здесь же у меня свои волосы да они там еще не выпадут во первых они выпадут во вторых они выпадут в скором времени и в третьих если даже посмотреть на донорку если у вас берут вот такое количество графтов и причем при вот таких супер донорках и засеивают только вот эту часть то просто будьте готовы что у вас тому результату который вы получите и воля идем дальше у меня есть несколько фотографий донорки которые я также хотел бы проанализировать и показать вам что же все-таки тут не так вот донорка и ну во первых немножко толстоватые конечно дырки и посмотрите как дырки как взяты забраны граф ты как забраны граф ты то есть сначала нужно смотреть общую картину и потом к деталям общая картина то есть если вы посмотрите они взяты абсолютно неравномерно видно что это не профессионалы обычно профессионалы то есть люди кто забирает граф ты это знаете как разделение труда это профессионалы которые делают конкретно профессиональный забор графтов то есть это правильная профессиональная команда если один тоже человек делает и забор графтов и дырки делает и посадку это это не профессионал да есть люди с огромным опытом которые там врачи дорогие врачи которые делают это все супер аккуратно и одного пациента в день забраны граф ты просто а бы как то есть видите где-то они где-то и больше где-то их меньше они собраны неравномерно и вот посмотреть теперь на вот эти вот аллейки то есть видите здесь вот аллейка осталось аллейка осталось осталось вот эти вот скопления вот здесь вот например будет видно что как бы забраны граф ты и у человека может остаться ну не шрам но это будет видно что будет как пока цены какая-то собака да вот вот эти вот части видите здесь вот один за одним то есть они прям вот даже видно тройной видите они прям сходятся то есть каналы из трех каналов они сходятся в один канал или вот очень близко то есть вот этого нельзя допускать потому что все это будет видно после когда у вас вырастут волосы то есть они должны быть приблизительно на одинаковом расстоянии то есть я не знаю то есть это или криворукие вот видите здесь общем полоска вот этот полоска готовьтесь к тому не знаю чай это голова что вот этот полоска вас так и останется то есть это как шрам ведь вот она идет прям вот так вот едино волосы должны быть забраны вот где-то как вот так вот здесь до одинаковое расстояние приблизительно шахматный порядок как говорят после того как мы собрали граф ты мы снимаем тебе затылок на видео и показывал смотри первое мы собрали граф ту шахматном порядке потому что если мы будем вот так локально полосками собирать а есть такие и те которые по 4 тысячи долларов ребята давали вот так собирать то у тебя будет локальное проведение мы испортим донорку поэтому дал ты должен проверить что шахматном порядке и второе это то что собрали все что могли вся донорская зона проработана соответственно мы собрали максимум сколько там вообще меня не волнует вот и нужно смотреть еще что колеи где растут свои волосы что что волосы то должны оставаться то есть нельзя брать прям все волосы должно быть равномерно здесь же вот видите прям полосками можно прям полоски проводить и вот это вот это значит что все это будет видно а теперь смотрим общую картину видите здесь полоска здесь колея здесь полоска колея ну в общем вот так вот жалко немножко парня этого дальше то тоже голова те тот же забор графтов а сути то что связано точнее те волосы которые находятся близ пересажив своих волос здесь должны быть постепенные переходы потому что если все вот так вот четко как как особенно здесь она будет заметно когда вы видите ужасные работы и порченная донорка этот обычного забор графтов когда сделано именно вот так вот как здесь вот с левой стороны с правой стороны видите здесь постепенно идет здесь постепенно здесь получше забраны забрано да но опять таки вот этот колея здесь по плотнее но вот этого тоже будет скорее всего далее в будущем видно я могу это судить потому что я уже видел кучу голов и после пересадки и во время пересадки я видел как должно как и должен быть идти забор графтов как не должен быть идти забор графтов и так далее поэтому для меня я уже просто это вижу и с вами делюсь чтобы вы понимали как оно должно и как оно не должно быть то есть вот здесь вот слишком плотная то есть здесь прям как полоска это же видите такое ощущение что просто кто-то брал тыкал ну забирается и забирается то есть все должно быть равномерно и логично в общем это донорка и вообще покажу вам тоже что называется принцип работает но вот еще один случай с которым я хочу вам с вами поделиться парень у которого огромная зона лапеция седьмая зона у него очень маленькая донорка я с ним разговаривал даже о том что ему лучше вообще не делать пересадку волос или если все-таки делать у него есть один шанс для пересадки это должен соответственно быть профессионал который сделает прям ювелирную работу чтобы ему это не испортили ну и парень решил пойти географ когда плохая ситуация когда мало графа да невозможно сделать густоту я прямо это говорит я прямо говорю я говорю что мы можем сделать и мы это делаем поэтому если мы сказали что возможно сделать что сделаем густо значит мы сделаем густо что как бы вот и давайте посмотрим вообще что ему расчертили что ему расчертили и спрогнозировали да вот смотрите у него седьмая зона лапеции ему начертили вот переднюю часть чубчик который я вам показывал до для пересадки и заднюю часть вот причем я вам скажу по анализируя то как у них забираются граф ты у не бы на вот эту часть уже не хватило на семенной получить еще один чубчик как бы это но мне кажется очень-очень жестко как можно вообще людям которые сами вроде бы делались и пересадки волос вот так относиться к своим ну не могу сказать там коллегам но собрать им по несчастью да то есть вы сделали пересадку вы уже другой и остальные ребята лысые то есть это их уже проблема да и можно творить что хорошо что хочешь да то есть вот это вот сюда пересадить волосы здесь вот может быть если хватит а с вот этой частью центральной что делать таки остаться оставить да но благо человек но то тоже кстати обратите внимание вот здесь выделена зона ребята а что с вот этой зоной то есть вот видите здесь тоже про не право осени да они еще пока вы выглядеть не его так как здесь но вот эта зона которая скоро право полосеет если даже засеять вот эту часть вот эту часть да что но представляете если даже вот здесь вот плотно что-то вырастет как будет это выглядит все с вот этим вот квадратиком да вот квадратик этот что с этим будет ну то есть как можно вообще делать люди настолько портить жизнь вот делая вот такие пересадки ребят и я очень рад потому что этот парень он он был записан но когда ему нарисовали вот вот это вот все все-таки разум слава богу преобладал перед эмоциями потому что когда уже настроены операции выйдете в клинику и думаете ну все пусть как будет они все знают и пускай делают но я очень рад что этот парень он во время просто понял что ему сделать только хуже и он ушел потому что но только представьте если бы ему вот вот сделали вот так как уже нарисовали это просто катастрофа это просто катастрофа и ладно если какая-то хорошая клиника доктора и это нет гарантии что вам исправит да в общем вот такие вот результаты я думаю они очень показательные чтобы вы вообще понимали что тут все-таки не так что вы можете ожидать и какие эмоциональные аспекты вы вы закройте что вы получите в результате пересадку волос волосы или все-таки стресс депрессию будущее еще евро вот получается простая математика та операция которая стоит у хорошего доктора с профессиональной командой стоит в стамбуле около 2000 евро тут просят 1900 евро за первой операции повторно повторная операция со скидкой полторы тысячи евро и того 2600 евро на сегодняшний день причем в исполнении нелегальных ассистентов которые даже в турции видимо не могут себе найти нормальную работу деньги на руки и команда из двух человек которые даже граф то не могут посчитать ну как вам вы реально все еще думаете проблема в том что в турцию авиабилеты дорогие или в том что тяжело оплатить в турции а перед пересадку волос тоже забавная история человек поехал в стамбул сделал ночную пересадку волос у всех у тех ассистентов причем которые скорее всего работают в нормальных клиниках до который ассистирует нормальных клиниках но по ночам шабашит на фабриках фастфуда и тут напрашивается главный вопрос вы реально думаете что человек который сделал операцию в таком месте привезет для вас настоящих профессиональных докторов из турции в россию мне кажется в эту историю преднамеренно вляпываются те кто реально хочет проблем другого объяснения у меня просто нет второй момент непосредственно когда я спрашиваю мол ребята зачем вы ехали конкретно в эту клинику если есть хорошие клиники многие говорят следующее не было выбора не было выбора война курс пришлось ехать так вот я всегда вам говорю нельзя идти на косметические любые процедуры от слова с глаголом пришлось или нужно или вот нельзя понимаете лучше откладываете лучше вообще ничего не делайте чем делать плохих клиниках следующий момент который тоже ребята рассказывают нет правильной коммуникации то есть георгий не разговаривает на английском с переводчиком имею ввиду на телефоне да эти самые ассистенты мира не разговаривать на русском и вот спрашивается как в этом вавилоне можно построить что-то да когда нет элементарные коммуникации правильные коммуникации чтобы контролировать ваш процесс контролировать то что происходит у вас на голове и того только выдал должен быть результат то есть по идее просто отдается ваша голова и этот ассистент делает то что он хочет чтобы была коммуникация люди должны как минимум разговаривать хорошо на одном языке общем языке следующий момент тоже рассказывает я спрашиваю всегда кто работает горят два молодых ассистента два молодых ассистента один очень хорошо делает анестезию как я тут немножко покопав оказалось что это собственно анестезиолог то есть он явно никакой не доктор и ну тут вопросов этом собственно и нет что он доктор вот и второй человек уже два раза два раза вроде бы два человека поменялась за последний месяц поэтому я не знаю кто и в данный момент то есть была девушка еще после этой девушки парень в общем текучка да и того отговариваю ли я вас делать в этом месте так же как я вас не уговариваю где-то делать в конкретном месте то ведь точно так же и не отговариваем и не могу отговорить вас если вы хотите реально лбом пробивать стены делать в том или ином месте да напомню о том что основная моя цель это сбор информации и аналитика также попытка заставить вас все-таки думать самим самостоятельно до множество видео я снял за этот год практически год которые могут быть под спорим да и помогать вам принимать решение посмотрев которые мне кажется на самом деле уже можно самому стать врачу и начать делать пересадки волос тем не менее до сих пор вы умудряетесь вляпываться в различные истории и ситуации которые нужно разруливать уже позже и освещать их да потом вы мне пишите ты был прав вот так и так разбери эту клинику расскажи всем я это делаю да мне хочется на самом деле больше рассказывать позитивном ключе о пересадках волос в технологиях и так далее но получается что все чаще нужно разбирать то куда вы вляпываетесь то есть спасибо конечно за материал который вы меня снабжаете но думайте головой если же у вас не хватает опыта или времени чтобы анализировать клиник клиники кучу клиник докторов отзывов и реальных результатов самостоятельно напоминаю о том что есть услуга моей личной консультации которые пока ставят стоит мне кажется очень дешево и по сути поддерживает канал на плаву да то есть услуги которые вы заказываете они же помогают каналу развиваться кроме этого одна из полезнейших услуг это моделирование передней линии роста волос где вы можете увидеть себя с волосами учитывая ваш донорский запас и разными линиями до которые в зависимости от которых дизайна которых меняется ваше обличие ваш ваша индивидуальность вы можете уже запланировать это прийти с этой линии пересадки волос на операции показать доктору чтобы это было и доктору проще и вы сами понимали что вы можете получить как у какая линия вам больше подойдет это продумали дома они в тот момент когда вам будут делать операцию потому что напомню в любой клинике доктор делает вам пересадку волос в его обязанности не входит можно сказать планирование какой-то особой индивидуальной роста волос для вас у него есть другие пациенты и чаще всего у доктора есть минут десять-пятнадцать чтобы начертить линию роста ваших волос то есть за 10 минут можно очертить там 2 ну может быть от силы 3 линии роста волос хотя обычно клиниках рисует только одну или линию роста волос и вы в этом состоянии не в общем-то не в кондиции чтобы принимать решение самим что-то рисовать и так далее поэтому я всегда вам говорю о том что линии роста волос нужно продумать еще дома вы можете попробовать это сделать сами можете обратиться ко мне за услугой я сделаю около 8 10 8 10 скажем так образцов вашей линии роста волос которые подойдут для вас вы выберете ту который вам больше подходит и придете с ней уже непосредственно на операции даже когда вы мне пишите спрашиваете о той или иной клинике помните о том что доступна услуга анализа клиники по заказу да то есть вас интересует какая-то клиника вам ее порекомендовали ли вы ее сами нашли и вы хотите чтобы я ее проанализировал скажем так как можно объективнее со стороны непредвзято я вам расскажу и все плюсы и минусы о конкретной клинике об отзывах какие чаще всего проблемы описаны по этой клинике какие результаты и что в этих результатах хорошего что плохое и так далее это тоже доступно в дополнительных услугах еще просьба к вам пожалуйста не пишите мне те кто хочет просто поговорить или что называется сварить кашу из топора да у меня не для этого времени вы можете обижаться но я уважаю свой труд и не хочу тратить время поэтому мало того что и так изо дня в день изучаю кучу информации делаю для вас ролики которые пытаюсь вас оберечь от различных ошибок и рассказываю все таки как нужно и как не нужно некоторые из вас почему-то хотят совсем уж сесть на шею лучше это не делать смотрите видео в них есть почти все что касается пересадки волос и с июня выходит курс по системам волос для кого это интересно еще раз никогда не забывайте включать здравый смысл и думать головой да они эмоциями ну и главное что вы колосилась пока